МИР ПРАВОСЛАВИЯ Как всегда, мы подведем итоги событий, произошедших за последнюю неделю в жизни Церкви и верующих. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о следующем. День памяти святителя Феодосия. Торжества в Чернигове. Воздвижение честного и животворящего креста Господня. Храмы Украины, возведенные в честь праздника. Собор святогорских святых. Годовщина канонизации преподобных отцов. Эхо тишины. Выставка картин неслышащих художников. Для ценителей иконописи в Киеве проходит выставка «Мир православной иконы». 22 сентября Православная Церковь отмечает День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Его при жизни почитали как мудрого архипастыря, а сегодня как молитвенника за нас, перед Господом. Святитель Феодосий родился в 1630-х годах во дворянской семье. Отец его был священником. Уже с юных лет будущий святой проявлял интерес к Слову Божьему. Начальное образование ему обеспечили родители, а затем он поступил в Киево-Братскую коллегию при Киевском Богоявленском монастыре. Это как раз было время расцвета данного учебного заведения. Здесь пробудилось в нем призвание к монашескому подвигу. Вскоре он принял постриг, взял себе имя в честь преподобного Феодосия Печерского и нес послушание в Софийском соборе. В начале 60-х годов 17 века он был настоятелем Свято-Ануфриевского монастыря близ города Корсуну. Затем возглавлял Киевскую Выдубицкую обитель. Святитель привел в порядок монастырь, находившийся прежде в запустении, организовал при нем музыкальную школу и хор. Позже стал архимандритом Елецкого-Успенского монастыря в Чернигове. В 1692 году святителя Феодосия избрали архиепископом Черниговским и Новгород-Северским. Как архипастырь он уделял много внимания строительству новых церквей и монастырей, реставрации и поддержания в надлежащем состоянии уже существующих. На его попечении была и типография при Черниговском, Свято-Троицком и Ленинском монастыре. Основывал школы и выделял средства для поддержки бедных прихожан. Скончался святитель в 1696 году и был похоронен в Чернигове. Мощи его хранились нетленными. Возле захоронения происходили исцеления больных. Почитание святого Феодосия быстро распространялось среди людей. Через 200 лет нетленные мощи святого были открыты для всеобщего поклонения, а Священный Синод перечислил Феодосия Черниговского к лику святых. День памяти обретения и перенесения мощей святителя Феодосия Черниговского отмечается 22 сентября. В этот день предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий возглавил Пожественную Литургию в Свято-Троицком соборе Чернигова. За час земного життя, который Господь нам отводит, или с 70, или 80 лет, или больше, человек должен свидетельствовать о том, что он хочет пожарить в вечности. Предстоятель Украинской Православной Церкви. Предстоятель поздравил присутствующих с праздником и вручил митрополиту Черниговскому и Новгород-Северскому Амбросию орден Святого Рана апостольного князя Владимира I степени за труды на благо Церкви и в связи с 75-летием. За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине. В завершении состоялся молебен и крестный ход вокруг Троицкого собора с мощами святителя Феодосия Черниговского. 27 октября Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник воздвижения Честного Жилотворящего Креста Господня. Он был установлен в память о событиях далекого IV века. Царица Елена Мать, императора Константина Великого, в Иерусалимский патриарх Макарий обрели крест, на котором был распят Спаситель и торжественно воздвигли его для всенародного поклонения. Храмы в честь этого праздника строили издавна. Так в Киеве первый крестовоздвиженский храм был сооружен в начале XIII века князем Всеславом Галицким. В Киево-Печерской лавре храм воздвижения Креста Господня расположен над входом в ближние пещеры. Построили его в XVII веке. Церковь изначально была деревянной, а с 1700 года стала каменной. Хорошо знаком киевлянам и храм на Подоле. Именно здесь родители крестили известного писателя Михаила Булгакова. В этой крестовоздвиженской церкви, в отличие от многих храмов Украины, богослужения продолжались и в советское время. Старейшая церковь города Днепра тоже освящена в честь воздвижения. В начале XIX века ее построили в центре казацкой слободы Диевка на средства сыновей военного старшины Максима Диева. Необычен воздвиженский храм и в Каменце Подольском. Небольшая церковь как будто прижалась к стенам древней крепости. Чтобы войти в храм, человек должен непременно поклониться. Так когда-то строили храмы с низким входом, чтобы человек был вынужден склонить голову перед святыней. В XVIII веке, когда православие на Подоле подвергалось притеснениям, он остался единственным православным храмом в Каменце. Различные по архитектуре, с разной судьбой, эти храмы являются истинным украшением своих городов. 24 сентября Православная Церковь чтит память Собора Святогорских Святых. В этом году исполнилось 10 лет со дня прославления Собора Преподобных Отцов в Святых Горах на Донце Просеявших. К Собору сопричислены 17 подвижников. Среди них святители и преподобные, исповедники Христа ради Еродиевы, решение о канонизации 16 из них было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви в мае 2006 года. А преподобный Иоанн, затворник Святогорский, был прославлен еще в 1995 году. Мы духовных сродников наших празднуем сегодня память, заступников и молитвенников наших, потому что они как никогда ощущали и ощущают это родство, находясь в славе Небесного Царствия и глядя на нас, еще живущих здесь временной жизнью в юдоле земного жития. Они, сострадая нам и сопереживая нам, сегодня молятся у престола Вседержителя. В этот день в Успенской Святогорской Лавре прошли торжества в честь Собора Святогорских Святых. На богослужение собралось более 200 священников и тысячи верующих. По окончании Божественной Литургии в обители состоялся торжественный крестный ход с иконкой Собора Преподобных Отцов Святогорских до Монастырской площади, где был совершен молебен. Затем провели экскурсии для паломников Святогорской Лавры. Далее в программе обзор международных новостей. В храмах Болгарской Православной Церкви состоялись заупокойное богослужение по духовенству, репрессированному в годы коммунистического режима. Памятное мероприятие традиционно совершается ежегодно в сентябре. В этом году была создана специальная комиссия, целью которой является тщательное расследование по делу каждой репрессированной жертвы, поскольку до сих пор даже неизвестно точное количество человек, замученных в атеистический период. В Греции появился первый храм на солнечных батареях. Это храм в честь святого Никифора в городе Кисамос. Священно-начале Элладской Церкви планирует в ближайшее время начать массовую установку подобного оборудования на других приходах. Городские власти Венеции объявили о намерении запретить туристам сидеть на ступеньках перед местными храмами. По мнению чиновников, из-за недостойного поведения гостей страдает культурное наследие Венеции, а жители города испытывают ряд неудобств. За нарушение запрета предусмотрен штраф от 50 до 500 евро. Постановление вступит в силу в октябре текущего года. Жители мексиканского города Сьюдат-Хуарес подали на регистрацию Книгу рекордов Гиннеса надпись, сделанную еще в 1987 году на местной горе, названной впоследствии Библейской. Надпись гласит «Сьюдат-Хуарес. Истина в Библии. Прочти ее». Сегодня город является центром наркотрафика, из-за чего здесь очень высокая преступность. Местные христианские общины надеются с помощью подобного призыва побудить жителей города обращать свое внимание на самое важное в жизни – на Слово Божие. Высота каждой буквы составляет 50 метров, а общая площадь надписи – 30 тысяч квадратных метров. В 1951 году была создана Всемирная Федерация Глухих. В честь ее оснований утвержден Международный день людей с нарушениями слуха, отмечаемый во всем мире в последнее воскресенье сентября. Ко Дню Глухих, которые приходятся в этом году на 30 сентября, в Киеве организовали ряд мероприятий. В частности, 25 сентября открылась выставка картины и слышащих художников «Эхо тишины», которая проходит в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике. Мы рады приветствовать сегодня в этом нарядном зале Большой Лаврской колокольни чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в Украине Руслана Болбачяна, который вместе с женой посетил сегодня этот праздник творчества неслышащих художников из разных стран мира Украины, Латвии, Молдовы, Республики Беларусь. Выставку «Эхо тишины» организовали совместными усилиями представителей Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Украинского общества глухих и Киевского союза неслышащих художников «Вдохновение». Выставка открылась театральной миниатюрой сердца в исполнении студентов в Мастерской народного артиста Украины Льва Сомова. Это уже вторая выставка неслышащих художников общегородского масштаба. В прошлом году событие происходило в Киевской городской государственной администрации. Глухой человек через свои картины хочет показать свою внутреннюю музыку, чтобы слышащие люди смогли не услышать, а увидеть эту музыку души глухого человека. Летом 2018 года Союз вдохновений Национальный Киево-Печерский заповедник начали свое сотрудничество с пленера глухих художников «Киевские каштаны». Большинство экспонатов, представленных на выставке, – результат этого сотрудничества. Заслуженные художники Украины отмечают таланты, высокий профессионализм художников. Они стараются вложить в них всю душу. Если бы над некоторыми из них, допустим, еще более профессионально поработать, то именно из таких людей получаются великие художники. Это я не преувеличиваю. И в каждой из этих работ, ну, какая-то особая любовь. Выставка «Эхо тишины» имеет большое значение для всех нас. Это шаг к взаимопониманию и сближению слышащих и неслышащих людей нашей страны и зарубежья. Лично я люблю глухих художников. Когда я училась в институте, у нас собиралось много художников, человек по 150. Я часто ходила на выставки и привыкла к художественному искусству. И сейчас не представляю своей жизни без картин. Художники пишут свои картины не для себя, а для народа. Они хотят так общаться со зрителями, с помощью своих работ. Поэтому выставка так важна для любого художника. Чтобы привлечь внимание к своему мышлению, переживанию, волнениям. Через свои картины художник выражает своё мнение. А зритель впитывает и читает эту мысль. Таков способ установления контакта между зрителями и художником. Посетить «Эхо тишины» и полюбоваться картинами неслышащих художников можно будет до 4 октября в Большой Лаврской колокольне. Надеемся, что это событие приобретёт ещё больший масштаб в будущем и поможет найти взаимопонимание ещё большему количеству людей. 21 сентября в Столичной галерее открылась выставка «Мир православной иконы». Ежегодно мы открываем выставку 21 сентября. Это неспроста. Это день нашего рождения. Но самое главное – это праздник Пресвятой Девы Богородицы. А сама выставка – это наш подарок всем. В этом и заключается миссия арт-центра «Завальный» – нести добро и свет в этот мир через икону. Поскольку выставка приурочена к Богородичному празднику, на ней представлено много образов Пресвятой Девы Марии. Изначально эта икона вдохновила меня на написание всех икон, которые я написала и пишу в дальнейшем. И эта икона вдохновила меня заняться иконописью. Это точная копия Владимирской иконы. По преданию Святой Лука писал ее на столе, за которым вечерила Пресвятая Дева Богородица с Иисусом. И я решила повторить. Анна Завальная, иконописец и организатор выставки, в написании образов придерживается византийских канонов. Мы пишем, как и сотни лет назад, по старинной технологии в технике яичная темпера, которая заключается в использовании только натуральных материалов, таких как доска, паволка, натуральные пигменты, левказ, олифа, желатин. Это уникальная технология, которая, к сожалению, практически утеряна, и я хотела бы ее возродить и сохранить. Византийские образцы вдохновляют на творчество и иконописца-реставратора Анастасии Аднарау. Выбор профессии подсказала девушке сама жизнь. С детства я любила рисовать, закончила художественную школу, и так как я из семьи священника, у меня отец священник, брат диакон, и поэтому хотелось остаться в церкви, и мне очень нравится работать с людьми, с верующими, с священниками, поэтому я решила пойти в иконописную школу, чтобы и реализовать свои, ну, какие-то художественные, да, там, способности. Вот, поэтому, ну, выбрала иконописную школу в Кривом Роге и закончила. Нынешняя выставка отличается разнообразием стилей и техник, особой атмосферой. Меня более привлекает стиль барокко, хотя я пишу и византийские иконы, но как для себя пишу барокко. Оно мне нравится, оно очень мягкое, можно кое-где подстроить, какую-то линию, ли смягчить, и это меня очень увлекает. Алексей Вазиянов представлял и свою работу, и работы жены. Эта икона введения во храм, она несколько не завершена, но она делалась как копия. В Украинском национальном музее есть именно такая же икона, практически такого же размера. Она писалась долгое время. На этой иконе, на ее копии, моя жена осваивала именно эту технику. Мы с середины 90-х начали вместе заниматься иконописью и поженились, а поскольку учились в одной мастерской, то и стили у нас где-то немного похожи. Это накладывает свой какой-то отпечаток на творчество. Жена тоже занимается барокко. Творческая семья и у художника Романа Селивачева. Они домочадцы, его первые зрители и критики. Да, спрашивает, нравится или нет. Что именно нравится, чтобы я посмотрела. Ну, мне вообще все нравится. Но особенно я люблю, как он рисует цветы. Профессионально заниматься рисованием уже решили старший сын и дочь. А я хочу стать художником, как папа и мама. А глава семьи считает, что написание икон – это такая же достойная работа, как и любая другая. Любая профессия – это служение человечеству. Если делается на совесть, если человек объективно оценивает свою работу, честно к ней относится, трудится в меру своих сил. В первый же день выставки в галерее собралось много любителей иконописи. Замечательная выставка, замечательная галерея. И в такой замечательный день. Очень профессиональные работы, очень приятное впечатление оставляют. У меня впечатление очень хорошее. Людям нравится. Что еще нужно? Посмотреть работы украинских художников можно будет до 5 октября. Иконописцы приглашают всех желающих, ведь их творчество для людей. Для самого, скажем, автора, иконописца очень важно, чтобы эти иконы не просто висели в мастерских, а жили своей жизнью. Это особая жизнь. И в каком-то плане иконописец может быть и не причастен к этой жизни. Очень важно для иконописца видеть, что они живут, что они для чего-то нужны, что их кто-то видит, и они с кем-то говорят, если так поэтически выразиться. На выставку могут прийти люди, которые, допустим, просто интересуются искусством, в храм не ходят, и они не могут в другую какую-то ситуацию увидеть икону. А так они хоть на выставках как-то икона им составит задуматься о Боге, но о душе, я думаю, это хороший шанс для них, для людей. И напоследок о праздниках следующей седмицы. Первый день октября чтим Молчинскую икону Божьей Матери. На следующий день – память благоверного князя Игоря Черниговского. В среду 3 октября – праздник в честь мучеников и исповедников Черниговского князя Михаила и боярина его Феодора. В четверг – день памяти святителя Дмитрия Ростовского. 5 октября церковь чтит образ Божьей Матери Услышательница. На субботу 6 октября приходится день прославления преподобной Елены Киева-Флоровской. А в воскресенье 7 октября вспоминаем святого Владислава Короля Сербского. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»